Библейский портал экзегет.ру представляет 26 глава книги «Бытие» в перевозе российского библейского общества. Я читаю ее для библейского портала «Экзегет». Такая странная глава. Как-то она здесь не на месяце, кажется. И вообще такое ощущение, что мы ее уже читали. Хотя мы не читали 26 главу. Разберемся. В стране вновь случился голод, как прежде, в времена Авраама. Но это происходило периодически. Все-таки очень низкий уровень сельского хозяйства. Исаак ушел в Герарх, к филистимскому царю Авимелоху. А что делает кочевник, когда нет травы? Ну, уходит туда, где она есть. Это понятно. Господь явился Исааку и сказал, «Не ходи в Египет, а живи в той стране, которую я укажу тебе. Он прийдет тебя, а я буду с тобой и благословлю тебя. Я исполню клятву, которую дал отцу твоему Аврааму. Отдам все эти земли тебе и твоим потомкам. Я сделаю твоих потомков многочисленными, как звезды на небе, и отдам им все эти земли. Твое потомство будет благословением для всех народов земли за то, что Авраам слушался меня и соблюдал все мои веления, заповеди, законы и правила, данные мною». Это подтверждение завета с Авраамом, но уже относительно Исаака. И одновременно, не ходи в Египет, живи в той стране, которую я укажу тебе, то есть в стране филистимлин. А почему? Чем Египет так плохо? Ну, о Египте мы, конечно, помним скорее через призму исхода, но это будет потом. А может быть, это еще такое маленькое испытание. Вот живи там, где я тебе укажу. У Авраама было испытание гораздо страшнее, да, принеси в жертву своего любимого сына. Но, а у всех разные силы, а у всех, может быть, разная степень самости, и не так сильно нужно Исааку эту самость перебороть, как, может быть, было нужно Аврааму. Мы не знаем. Вот мы только знаем, что у каждого человека своя история. И размахивать тем, что тебе выпало на долю, как чем-то великим, наверное, не стоит. Вот Исааку всего лишь было сказано, иди не туда и сюда. Но он послушался, этого тоже было достаточно. Исаак поселился в Гераре. Когда местные жители спросили его про Ревеку, он ответил, это моя сестра. А, сказать, жена побоялась, как бы они его не убили из-за Ревекки, которая была очень хороша собой. Шло время, как-то раз Авемелых, филистинский царь, у нас уже он был, но, может быть, это другой Авемелых, потому что время немного прошло. Имя-то не очень редкое, а Авемелых — это «Отец мой царь». Для царского отпрыска очень хорошее имя. А потом он вырастает и заменяет собой своего отца. Как-то раз Авемелых, филистинский царь увидел из окна, как Исаак забавляется с Ревеккой. Он позвал Исаака и сказал ему, «Так она твоя жена, зачем же ты говорил, что она тебе сестра?» Исаак ответил, «Я боялся, как бы меня не убили из-за нее». «Что ты с нами делаешь?» — сказал Авемелых. «Кто-нибудь из нас переспал бы с твоей женой? Какой грех был бы на нас?» И Авемелых объявил своему народу, «Всякий, кто тронет этого человека или его жену, будет предна смерти». Вообще-то с Авраамом два раза было нечто подобное. Он выдавал свою жену Сару за свою сестру, и ее там либо брали к фараону, либо не брали, но собирались. И, соответственно, потом эта история выяснялась. И тот, кто правил в этой земле, соответственно, приносил свои извинения, там откупался богатыми дарами. Но, в общем, это было все именно так. Повторяется ли история? Или, как можно считать, это другое предание, которое восходит к тому же самому событию, и просто эти предания по-разному распределились в книге Бытия? Не знаю. Трудно сказать точно. А может быть, просто вот какие-то вещи в семейных историях повторяются раз за разом. Может быть и так. Поселившись в той стране, Исаак стал сеять хлеб. Господь благословил его. В тот год урожая у него был стократным. Кстати, до сих пор они кочевники, а здесь он переходит к оседлому земледелию. Исаак делался все богаче и богаче. Он стал настоящим богачом. Теперь у него были стадо овец и коров, и многочисленная чередь. Филистимлине стали завидовать ему. Местное население. Филистимлине, на самом деле, несколько позже там появились. Но местные люди, скажем так, да. Они засыпали и забили землей все колодцы, которые еще во времена Авраама были вырыты Авраамовыми рабами. А сам Ивимал их сказал, Исаак, уходи. Ты стал для нас слишком могущественным. Вот не любят люди, когда у ближнего все хорошо. Еще в годину голода его приютить, это запросто. А когда у него все в порядке, уходи, 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 мы как-то бледно выглядим на твоем фоне, вдруг ты еще нас как-то угнетать начнешь. Исаак ушел в Герарскую долину и принялся заново откапывать те колодцы, которые были вырыты еще при Аврааме, а после смерти Авраама засыпаны филистимлинами. Этим колодцем он возвращал те имена, которые им дал некогда Авраам. Вот, смотрите, Ближний Восток, вода – главная ценность. Земли пока еще много, людей на ней живет маловато, а воды не хватает. Как-то раз его рабы откопали в долине источник, но герарские пастухи местные стали спорить с пастухами Исаака, говорим, это наша вода. Поскольку из-за колодца вышла ссора, его так и назвали Эсак, ну, это и значит ссора, выкопали другой колодец, из-за него тоже возник спор, его назвали Сетна, вражда. Тогда Исаак ушел еще дальше, вырыл еще один колодец, и тут уже не было споров. Исаак дал этому колодцу имя Раховод. Раховод – это простор. Что означало? Господь, наконец, даровал нам простор, чтобы стало нас много на этой земле. Вот смотрите, Исаак, он не конфликтный человек, он уходит, у него отнимают колодец, он идет, роет другой, отнимают другой, роют третий, третий уже не отнимают, видимо, потому что он был там, где никому он уже не нужен. И так тоже можно. Вот у нас есть Авраам, такой как стрела, как камень из прощи летит прямо. У нас дальше будет Иаков, который вот все так, да, он все время придумывает какие-то комбинации, мы уже одну из них видели, он купил первородство у своего брата за миску похлебки. А есть Исаак, который вот тихонечко отступает в сторону, идет своим путем дальше, ни с кем не ссорится, не ругается. Он женился так на Ревеке, ему привели жену, он на ней женился, а потом полюбил, оказался девушкой хорошей. Вот это все можно. Вот эти разные типы характеров, разные модели поведения, они все могут оказаться с Богом вот рядом, да, они все могут человека к Богу привести, не нужно пытаться прожить чужую жизнь, живи свою. Есть такое тоже иудейское предание, поскольку мы Ветхий Завет читаем, то они приходят в голову, как некий Ребе Зуся в старом возрасте переживал, что предстанет перед Творцом, и он говорил, он не спросит меня, почему ты не был Моисеем, он спросит меня, почему ты не был Зусей, то есть почему ты не был самим собой, почему ты не следовал моему призыву, который к тебе лично обращен. Вот Исаак такой, он остается Исааком. Потом Исаак вернулся в Баршево, и там в первую же ночь ему явился Господь. Я Бог Авраама, твоего отца, сказал он, не бойся, я с тобой, я благословлю тебя, я сделаю твое потомство многочисленным, я сделаю это ради раба моего Авраама. Воздвигнув на этом месте жертвенника, призвав имя Господне, Исаак раскинул там свои шатры, и его рабы стали копать колодец. Что же еще? Вот смотрите, эти повторы благословения, эти подтверждения завета, но это ведь нужно, ну как супруги временами должны говорить друг другу, что любят друг друга, заботятся друг о друге, что они рады быть вместе, иначе они просто перестанут замечать, что вообще-то они супруги. Так и здесь в какие-то моменты времени, может быть, потому что вот была такая ситуация конфликта, раздоры, и Исаак мог почувствовать, что вот может быть благословение отошло от меня, может быть я как-то больше Богу не угоден, поэтому меня люди обижают. Нет, это подтвердилось. Как раз в это время к Исааку из Герара пришел Авемеллах со своим советником Ахузатом и военачальником Пихолом, но никак не отстал. Зачем вы ко мне пришли, спросил Исаак, ведь вы меня не взлюбили и прогнали прочь. Вот дальше интересно. Я гналась за тобой три дня, чтобы сказать, как ты мне безразличен, как в одном старом фильме. Вот и они гнались за ним, чтобы сказать, что. Мы видим, что с тобой Господь, ответили они, а потому хотим, чтобы нас связала клятва. Заключим договор. Поклянись, что не причинишь нам зла, ведь и мы тебе ничего худого не сделали, а только добро. Дали тебе уйти от нас с миром, а теперь с тобой благословение Господне. Ну, то есть скажи спасибо, что не убили, просто прогнали, и отплати нам добром, пообещай, что ты нам ничего плохого не сделаешь. У Исаака отличная возможность им все это объяснить, да? Высказать по меньшей мере. Что делает Исаак? Исаак устроил для них пир, они ели и пили, наутро они обменялись клятвами, Исаак простылся с гостями, и те с миром пошли обратно, и в тот же самый день рабы, рывшие колодец, оповестили Исаака, что они нашли воду. Вот смотрите, понятно, что рыть колодец, это такое занятие трудоемкое, неизвестно, чем закончится, на какой глубине и какая будет вода. А может, и вообще не будет. И они находят воду в тот момент, когда Исаак вновь по своей, вот такой, даже не по привычке, по своему характеру уступает, да? Избегает конфликта. И вот это благословение, мы думаем, что такое благословение, это там обещание, через много столетий твои потомки завоюют Ханаан, да, но и просто вот, роют колодец и воду найдут. Исаак дал этому колодцу имя Шива. Отсюда и сегодняшнее название колодца Бер-Шева. Колодец клятвы, вообще-то, уже было в 21 главе, там другая клятва, но очень похожая, да? Только там Авраам заключал подобный договор о ненападении. Это именно оно. Когда Исааку было 40 лет, он взял в себя в жены и Яхудит, дочь Берри Хетта, и Басама, дочь Илона Хетта. Исааку и Ревеке было тяжело с ними обеими. Вот Исаак, старший брат, близнец, женится. Тогда, конечно, было многоженство распространено. И, как часто бывает, соответственно, со свекром и свекровью юные жены не поладили. Мы даже не знаем, почему, но догадаться можем. Это местные народы, Хетты, это те, кто живут там рядом. А помните, когда Ревекку привозили Исааку, то это было непременно условие Авраама, только не на девушках из этой земли. А вот Исаак не препятствует своему сыну Исааву. Он берет, кого хочет. Опять-таки, Исаак стоит немножечко в стороне. Ну, надо сказать, что, может быть, потому с ним и случится та история, которую мы прочитаем в следующей, 27-й главе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok